В 2019 году, когда мы приезжали в Анзарбаев интеллектуальной школы, было больше детей, гораздо не было такого пустого большого пространства. Тогда не слышно было, конечно, и не ясно было, что будет дальше. А в 2020 году грянул карантин и коронавирус. Ну и в условиях пандемии приходится заниматься. Благозанятия не прекращаются. Самое главное, что сейчас активно идет усвоение знаний, но уже в новом формате. С вами программа «Цифровое будущее» и мы начинаем. В период пандемии многие привыкли уже к дистанционному обучению. Почти все дети учатся онлайн и уже воспринимают это как нормальное явление. Правда, как отмечают педагоги и руководители школ, сейчас дети совершенно иные. К ним нужен новый подход. Для того, чтобы поддерживать интерес наших детей, система образования должна отвечать этим требованиям. И вообще развитие информатизации в системе образования в первую очередь было начато не с поставки в школы технических средств, а с процесса внедрения это в процесс обучения и преподавания. Что это означает? То есть использование электронных пособий, электронных учебников, использование интернет-ресурсов, использование компьютера, планшетов на уроке, смартфонов. То есть те инструменты, которые есть в приложениях, учитель начал использовать в своей учебной деятельности. Когда грянула пандемия, многие оказались не готовы к переходу в онлайн-режим. А что касается Назарбаев интеллектуальной школы, то тут как раз-таки все в порядке. Может потому, что с самого начала активно применялись технологии или дело в педагогах, которые интересуются цифровизацией. В первую очередь учителя были готовы. Сама образовательное содержание образования уже тоже было адаптировано к условиям дистанционного обучения. Поэтому для нашей школы это не стало какой-то особой проблемой, поскольку педагоги были уже готовы. Они были обучены, они в практике это внедряли. И, соответственно, дети тоже были готовы к этому. Мы работаем на платформе Microsoft Office 365. Здесь есть специальная платформа Teams. И мы давно это используем, потому что есть возможности вот такого онлайн-общения. То есть ученик может показать себя на видео, и то же самое учителя, и, соответственно, идет процесс общения, коммуникации. Организация неких чатов совместных. Эта платформа позволяет нам проводить и виртуальные лаборатории. И не только занятия в школе, но и другие мероприятия важны для учеников. В этом уверены взрослые. Недавно провели большой цифровой форум, пригласили всех желающих, в первую очередь тех, кто интересуется образованием в условиях пандемии. Действительно интересный форум состоялся. Более тысячи педагогов с нашей страны, не только нашей страны, приняли участие в этом форуме. Мы начали искать интересных спикеров. Процесс цифрового обучения, он не остается на этом уровне. Мы понимаем, что это необходимо постоянно совершенствоваться, потому что мы ощущаем, что порой дети нам дышат в спину, не позволяют нам сделать передышку, потому что каждый раз они находят какие-то иные возможности. Потому что процесс обучения – это совместный поиск, когда и ученики тоже могут предоставить различные формы и методы и так далее. Обучение, конечно, в формате онлайн сейчас идет повсеместно, тем более, что карантин поспособствовал этому. Но самое главное, что сейчас мы находимся именно в той школе, которая является эталоном в дистанционном обучении. Почему, мы расскажем далее. Что касается самих учителей, то они вполне уже освоились в цифровом мире. В настоящее время, в условиях карантина, мы находимся на дистанционном обучении. И образовательный процесс у нас происходит на портале Microsoft Teams. Преимущественной данной программой является то, что мы можем создавать команды, в которых ученики могут одновременно работать. Мы также можем создавать каналы, в которых учащиеся могут обсуждать, находить ответы на проблемные вопросы и делиться своими идеями. Также, помимо данного образовательного ресурса, мы применяем такие сервисы, как симуляторы, онлайн-лаборатории, для того, чтобы организовывать практические уроки, лабораторные уроки, например, на уроке химии. Также для того, чтобы урок был интересным, мы применяем такие образовательные сервисы, как Kahoot, Plickers. То есть данные приложения позволяют проводить оценивание, также повторять изученный материал в игровой форме. То есть геймификация на уроке учащимся очень интересна, и они с радостью принимают активное участие на уроке. Покажется странным, но не все школьники скучают по занятиям в традиционном формате. Учащиеся, они быстро адаптировались в условиях онлайн-обучения. Даже многие порталы и сервисы для них уже были известны, и они вызывали затруднения. Честно, мне больше нравится онлайн-обучение. У нас, во-первых, мы коротаем время, у нас пары в два раза меньше занимают времени, и после этого остается очень много времени свободного, которое можно потратить на саморазвитие и определенные вещи, которые хочется сделать. И каким-то образом учителя умудряются всю программу, нужную для урока, сжать до такой степени, что вот за эти 40 минут все понятно, поэтому никаких трудностей нет. И дома мне комфортнее находиться, это моя комфортная зона, а выходить из нее нет, поэтому я не так сильно скучаю по обычному образованию. Ну и, конечно же, в любом процессе, даже неприятном, можно найти свои плюсы. А помогает в этом позитивное мышление педагогов и всех взрослых. Пандемия способствовала развитию адаптивного мышления детей. Когда гибкость идет, у нас нет строгих каких-то регламентов. Да, процесс образования, он все равно консервативен, но тем не менее, вот нынешние условия цифровых технологиях, когда процесс обучения идет, он становится более гибким. Может, это и к лучшему, что сейчас ведется онлайн-обучение. В конце концов, как говорится в одной поговорке, не было бы счастья, да несчастье помогло. Именно карантин и пандемия создали вот такие вот стесненные условия, когда пришлось осваивать новые технологии. Ведь во многих школах нет того, что называется цифровизация, к сожалению. Не до всех она еще дошла, но, как говорят чиновники, это вынудит нас обучаться именно новым технологиям. И детям тоже большой плюс, потому что они освоят технологии, будут больше знать цифровизации, освоят компьютерные науки. И, возможно, IT-специалистов у нас станет гораздо больше. Это была программа «Цифровое будущее». Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»